Холодный пуск двигателя М52-1 Vanos BMW E39 на масле 5V50 Все отлично Приветствую друзья на канале HDLessus У меня очередное видео, давненько ничего не выпускал Сейчас в этом видео речь пойдет о масле, о том, которое мы заливаем в двигатель На канале есть несколько видео про масла и про опыт использования Пришла очередь очередного эксперимента Зима уже подходит к концу Плюс я привык менять масло раз в 4-5 месяцев, независимо от пробега Плюс до этого было залито масло 10V40 не самого лучшего качества, как по мне Но, когда я его слил, масло было чернющее Что означает, что двигатель был почищен, помыт И комплекс присадок моющих действительно в том масле присутствует Вот так сейчас работает мой движок на прогретую Начина, по которой я экспериментирую с данным маслом Мне не нравится звук, который присутствует в двигателе Значит, из моих наблюдений В 5V40 масло Шум не менялся, в принципе, был на протяжении всего срока службы На 10V40 звук стал тише Но появился через 3000 км пробега Сейчас я решил залить вот такое масло Производитель Вольф, Витал Т5В50 С необходимым допуском BMW Long Life 01 Либо еще нужен Long Life 98 Сейчас я проехал меньше 1000 км Из плюсов хочу сказать, что на данном масле двигатель разгоняется более бодро Потому что из-за его вязкости Ванос подхватывает намного раньше И на ваносе создается большее давление И фазы меняются более уверенно Второй момент Есть на холодную такая штука Когда, допустим, проехался, двигатель еще не прогретый На свитопоре остановился Прыгают обороты Пока двигатель не прогреется То есть масло довольно-таки густое Это масло, в первую очередь, предназначается для спортивных двигателей С увеличенной нагрузкой В автоспорте В двигателе, в которых высокооборотистые И типа в М52, в М50 такое масло лить не рекомендуется Но мы не отходим от современных трендов Поэтому 10V60 это уже перебор, конечно Поэтому я остановился на середине 5V50 Что хочу сказать Хочу сказать, что в плане гидрокомпенсаторов Они стали намного тише работать То есть головка двигателя работает идеально Ванос отрабатывает как нужно Давление нагнетается как положено А вот звук перекладки поршневой юбки Это, к сожалению, болячка всех М52, М54 и М50 Из-за естественного износа Даже если делаете капиталку То звук перекладки юбки, к сожалению, присутствует у всех На этом масле удалось немножко снизить шум Но, как вы слышите, он все равно присутствует Это видео получилось немного коротенькое Просто для информации, что я решил залить 5V50 Которое обычно не рекомендуется к заливке Но почему бы не попробовать, если у производителя Вольф Есть допуск BMW Long Life 01 Который подходит для наших движков М50 и М52 Поэтому буду наблюдаться дальше На данный момент пробег всего лишь 300 км на данном масле И из того, что я заметил Значит, первое Увеличение динамики разгона Сейчас я объясню, как это все достигается Увеличение динамики разгона Быстрее прогрев Холодный пуск не пострадал То есть на холодную движок запускается так же, как и было Масленка гаснет в первых 2-3 секунды Также меня многие отговаривали о том, чтобы я заливал данное масло в движок Потому что не рекомендуется и все дела Ну, ребят, я же не лью 10V60 5V50 это золотая середина между 5V40 и 10V60 Дело в том, что разница между ними небольшая Если смотреть лабораторные характеристики То вязкость не сильно отличается от 5V40 Поэтому сейчас я объясню, как происходит повышение мощности за счет вязкости Ребят, у вас может возникнуть вполне логичный вопрос Как вязкость масла может повлиять на мощность двигателя Все очень просто Но есть одно примечание Значит, возьмем в расчет движки М50, М52, М54 Эти движки уже старые, как говно мамонта Но те, у кого они отремонтированы и сделана капиталка Эту информацию может не слушать Я постараюсь же популярно объяснить Как вязкость масла влияет на мощность и экономичность двигателя Таким образом, использование более вязкого масла Мы решаем несколько проблем Первая одна из них Это более тихая работа двигателя Связано это с тем, что пленка масляная становится толще Масло гуще И все элементы, которые изношены, компенсируются масляной пленкой Я возьму пример свой движок М52 с одним ванусом Все узлы уже, скажем так, подизношены, подушатаны В ванусе есть клапан, который работает от давления масла Когда обороты двигателя достигают 3-3,5 тысячи Включается в работу этот электромагнитный клапан И на ванус подается масло В свою очередь ванус вытаскивает шток поршня И толкает распредвал Тем самым меняя угол наклона распредвала Соответственно, когда давление не сильное Либо есть износ в самой системе ванус Этот поршень выходит не с той силы, которая заложена производителем Используя масло 5V50 Я достиг того момента, что время срабатывания вануса И его сила выталкивания максимально приближена к оптимальному, которое заложено завод Касательно экономичности масла Залив 5V50, экономичности я не дождусь Объясню почему Когда двигатель был свежий, использовав 5V40 Это масло оптимально проходило Двигатель не тратил дополнительные силы на переработку этого масла Значит, что может ухудшиться при увеличении вязкости масла в двигателе Это большее усилие на масляный насос Из-за того, что ему нужно прокачать масло, которое гуще, чем нужно Соответственно, это будут паразитные затраты мощности Внутри двигателя Соответственно, эта мощность будет компенсироваться бензином Ярким примером является то, что когда я это масло только залил и откатал первых 100 км Оно когда холодное и густое То, находясь на перекрестке, я обращал внимание, что стрелка тахометра на холостом ходу Немножко плавала Соответственно, двигатель электроникой пытается выровнять обороты до нужных А масло ему это не дает Но, эта проблема уйдет со временем Потому что со временем масло теряет свои свойства И, соответственно, теряет несколько процентов своей вязкости Соответственно, плюс скоро будет уже тепло И масло будет работать так, как положено Это из замеченных мною минусов Итак, подводя итог Обсудим вкратце, какие плюсы и минусы Первое, плюсы Это увеличение мощности за счет создания правильной масляной пленки И компенсации зазоров с помощью масла Это, я считаю, несравненно большой плюс Второе, уменьшение шума двигателя Маслом 5W50 можно добиться уменьшения шума двигателя За счет увеличенной более толстой масляной пленки Зазоры компенсируются Итак, эти два плюса, несомненно, есть очень важными Но есть и минус Это расход топлива и стоимость самого масла Масло, как правило, производится на синтетической основе С индексом 5W50 И оно стоит недешево Второй момент Двигателю нужно производить больше затрат энергии На переработку этого масла Масляный насос будет напрягаться Соответственно, несколько процентов паразитных затрат И реально существует Поэтому, заливать вам такое масло или не заливать Выбор, конечно же, за вами А я пока наблюдаю Если что-то произойдет Или я достигну значения 5000 км И буду менять масло на другое Я обязательно сниму новые ролики И расскажу, как это масло себя показало Спасибо, что смотрел видео Подписывайся на канал Ставь лайки И не забывай про колокольчик До новых встреч, пока!